Etsy.com. Почем продают вязаные свитера и прочие изделия к ним? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Видео-ответ мастеру. А стоит ли выходить на Etsy и продавать свои вязаные свитера на Etsy? Итак, Knited Sweater. Получается вязаные свитера. Что мы с вами видим? Мы видим в выдаче 130 119 результатов. Вот столько листингов сейчас есть по этому запросу, по этому тегу. Итак, мы с вами начинаем рассматривать. А что ж почем? Сколько стоит? Без распродажи. Первый свитер 120 долларов. Второй свитер 119 16 долларов. 80 92, 184 97, 35 25. Пока я озвучиваю цены, вы смотрите на что? На фото, подачу. Как подано изделие на фотографии, какой задний фон. Его видно, не видно в потоке. Итак, следующее. 107 63 199, 29 95, 30 долларов. Но это милый котен на фото. И у него есть свитер. 112 долларов, 83 24. Смотрим право. Мужчина. Свитер 497 11. 68 долларов, 98 долларов, 208 долларов, 136 долларов, 174 доллара, 105 долларов. 219 65, 65 долларов. Так, 5 долларов это паттерны. Как связать свитер самому? 100 долларов, 30, 57 долларов, 128, 89, 112 доллара, 33 доллара, 99, 60, 36 долларов, 68. Итак, что мы с вами увидели? На самом деле, когда вы планируете вязать и продавать на эти свитера, вам нужно определиться с чем, какие свитера вы планируете вязать, какого стиля, какого цвета, из каких ниток, на какой сезон. Вам нужно определиться, для кого вы планируете эти свитера вязать. Для женщин, для мужчин, для детей, для животных. Получается отдельное направление для котов свитера, для собак свитера и для прочих домашних любимцев. Получается направление и ассортимент достаточно большие. И тут мы хотим с вами уточнить. Hand-knighted свитер. Получается вязанный вручную свитера. 180 долларов, 902, 42. 155 долларов, 102, 89, 85, 111, 20. Пока я называю цены, вы рассматриваете, что фотографии и отмечаете для себя, а что вам запоминается на фото больше всего. 180 долларов, 199 долларов, 50, 90. 215 долларов, 131 доллар, 183, 82 доллара. 56, 65. Что еще для себя важно отметить? Какие виды свитеров, кардиганы, кофты, летние, зимние свитера вы планируете вязать и для себя принять решение. Помимо свитеров, для людей, есть для животных. А сколько же для собачек стоит свитера? В среднем стоит 20, 40 долларов. Итак, 19, 99, 25, 37 долларов, 32, 90, 9, 95. Это, по-моему, паттерн для двух собачек. 4, 14, 28 долларов. 5, 50 паттерн. 28 долларов. Итак, это паттерны. Мы с вами поищем сколько? 15 долларов небольшой свитер. 37 долларов, 17 долларов, 15, 35 долларов. И смотрим, внимание, на фото обращаем. 25, 09, 20 долларов. Итак, свитера для кого? Для котеек. 28 долларов. Фото с котиком, вернее, свитер с котиком 95 долларов стоит. 27, 54, без распродажи, 32, 40, 34 доллара, 30 долларов, 26, почему-то сюда попали собачки. Итак, котик на свитерке что-то нашито, 23, 22 доллара, так, и собачки сюда попали, котики сюда попали, так, 30 долларов, 32, 37, и вот такой милый кот, 36 долларов на фоне природы в таком красивом свитере. Следующее, на что я обращаю ваше внимание. Например, вы любите вязать только свитера. Ваша задача сделать ассортиментную линейку, тогда по свитерам очень широкую. Но не забывайте, что есть к свитерам еще. Шапки, шарфики, перчатки, носки. Люди это все ищут и подбирают. Если вы фанат по вязанию свитеров, помните одну простую вещь. Если ваши свитера стоят от 300 до 1000 долларов, то даже за границей люди не готовы их менять, ну, скажем так, каждый день и покупать пачками свитера. А вот если взять, например, направление аксессуаров, то, естественно, аксессуары нужны под разные виды одежды. Под биржи, по куртке, пальто, шубы. На самом деле есть очень много стран за границей, где достаточно холодно. И вспомните, люди любят еще шапки как вид аксессуаров для красоты. Поэтому вязаные шапки подумайте, а для кого и зачем, да, на какие сезоны вы тоже их можете вязать. Цена какая? 31 долларов, 40, 47, 40. Так, 45 долларов, 25 долларов, 40, 57, 28, 75, 18 долларов, 10. Это тканевая шапочка. 35 долларов, 45, 97. А для малышей 10 долларов, 38 долларов, 32, 37, 15, 50, 30, 0, 6. То есть есть шапки, да, в виде аксессуаров, украшений на елку даже. А из 16,99. Есть веселые, смешные шапки. Есть шапки для кого? Опять же, да, для мужчин, для женщин, для детей, для животных, для котиков, для собачек, для прочих домашних любимцев. Это по шапкам. Точно так же есть и шарфики. Шарфик сколько стоит? 87, 86, 40, 49, 59, бестселлер, 30 долларов, 38 долларов, бестселлер, 27, 86. Бестселлер – это часто продаваемый и присваивает это звание Etsy. 38 долларов, 51, 99. Так, вязаные носки. 28 долларов, 40 долларов, 69 долларов. Посмотрите, какие разные и формы, да, и цветовая гамма. 26 долларов, 28 долларов, 21, 97, 22 доллара, 18, 54 доллара, 26, 59, 18. Смотрите, есть носки, да, в форме кружек животных, в форме чего угодно. Люди придумывают самый-самый разнообразный, да, ну, как вид, ассортимент этих изделий. 28, 90, 34, 46. И смотрите, сейчас 1 июня сегодня, я снимаю это видео, и мы с вами видим, да, огромнейший ассортимент на Etsy по зимним, осенним изделиям, по теплым изделиям, да, на теплые времена года, когда холодно и когда людям это нужно. Но чаще всего на Etsy, начиная с июня, июля, зимний ассортимент – это и одежда, и декор новогодний, да, уже выложен. Вот посмотрите, какие смешные носки к сосликам. 49 долларов, 19, 59, 20, 26, 16, 76, 30 долларов, 24 долларов, бестселлер. Здесь вот этот магазин по носкам, я сейчас нажму, я надеюсь, он откроется. Здесь очень интересное фото, часто люди переживают, а как мне сфотографировать носки, как мне предоставить, получается, показать покупателям носки, вроде простой. А вот так. Оказывается, еще можно вязать, что не только носки, не только зимний ассортимент, а и летний ассортимент. Вот такие красивые кружевные изделия, но это уже пошли вверху, кружевные изделия. Я думаю, что это связано крючком. Вот такой ассортимент. Сейчас мы покажем вам название, что магазина. Интересно, я его тоже продублирую под видео, описание видео сделаю. Дальше мы смотрим с вами вязаные рукавички. 15 долларов, 13,87, 32 доллара, 34,68. Есть лечебные, да, на локте, на суставы, на колени люди вяжут. Есть для красоты рукавички с открытыми пальцами, закрытыми пальцами. Есть перчатки, да, где пальцы отдельно. Цены тоже разные. 38, 31, 24, 57, 29, 40, 25. Но в среднем, в среднем, если мы посмотрим, 20-40 долларов где-то цена тоже за рукавички, за шапки. В среднем ценовая гамма. А сейчас я вам хочу показать магазины, которые мне очень понравились. Я вам искала специально магазины, в которых не сильно много продаж, где мастер работает один. Посмотрите тоже на изделия, на направление, цветовую гамму и фотографии. Какие фотографии вам видны в потоке больше всего. И цены. Цены есть достаточно демократичные, а есть достаточно и средний ценовой диапазон. Не сильно дешевые. Поэтому обращайте ваше внимание, чтобы ваш магазин что был интересен, наполнен, и вы соответствовали что сезону. Смотрите, следующий магазин. 930 продаж, а здесь интересный летний ассортимент. 71,68, 138,73, 97,11. Есть сумки, пончо, свитера летние, 55,49. Почему-то чаще всего со словом свитер ассоциация идет какая? Зимний свитер, теплый свитер, большой, тяжелый свитер. Но есть маленькие, короткие изделия. Просмотрите ценовую линейку свою, на которую вы хотите работать. И обязательно подберите ассортимент, проработайте его. Какие изделия вы готовы создавать и для кого. Получается, для кого, что, в каком стиле. И как важно это представить. Подумайте, как вы будете эти изделия, что фотографировать. Здесь следующий магазин. 1496 продаж. И что здесь есть? Разные виды свитеров. Свитера, пончо тоже есть. Дорогие, недорогие, дешевая. Средняя линейка, более дорогая. 46 долларов, 39 долларов, 76, 52, 54, 74, 50, 71, 48, 57, 79, 52. Смотрите, разная форма, разного направления. На зиму, на лето. Получается, ассортимент очень хорошо у мастера, что проработан. Поэтому ваша задача продумать его. Еще один нюанс. Если вы хорошо создаете, скажем так, разные модели свитеров. Если вы можете их описать, вы можете продать паттерны. Как связать этот свитер, создавать что в PDF формате, делать видео уроки. Это тоже интересное направление для мастеров. А этот магазин мне очень нравится. Сейчас в нем 40154 продажи. Когда этот магазин начинал, я видела очень интересные модели шапок. Разные, разные, всевозможные. И они были сфотографированы на ком, на людях, на женщинах, детях, мужчинах. И показаны, да, именно фотофон был на фоне природы. Чаще всего. И благодаря этому этот магазин завоевал своих первых покупателей. И начинал привлекать именно в свой магазин хороший поток клиентов. В среднем цена в этом магазине на шапке 40-50 долларов. Ну, 60 это максимум. Сейчас что интересно у них. У них 2100 листингов. Готовы к отправке 381 изделия. Они продают и книги, и паттерны, как это сделать самому. И нитки продают. Но вместе с тем у них достаточно большой ассортимент разных-разных видов шапок, шарфов. И очень красивые изделия. Очень интересная линейка. Сам ассортимент очень интересен. Итак, какие мы выводы с вами сделаем? Если вы продаете свои изделия на Эдзи. Вернее, планируете продавать. Если вы хотите открывать Эдзи-магазин. Стоит ли вам открывать Эдзи-магазин для продажи своих вязаных изделий? Конечно, стоит. Мы с вами только что посмотрели. Посмотрите, сколько, какой большой ассортимент продается на Эдзи разных вязаных изделий. Это что изделия и для людей, и для животных. Есть еще вязаные игрушки. Есть вязаные игрушки как для детей. Маленькие животные вязанные. А есть игрушки на елку вязанные. Есть вязанные свитера для кукол. Смотрите, 7 долларов бестселлер. Но это на самом деле паттерн. Это по всей вероятности детский свитерочек. Есть очень-очень большой ассортимент Эдзи-вязаных изделий. Поэтому перед тем, как открывать Эдзи-магазин, подумайте о чем. Про ассортимент, ценовую линейку. Для кого вы будете это делать. Как вы будете подавать на фотографии. И начинайте работать. Чем раньше вы откроете свой Эдзи-магазин, тем быстрее он у вас появится. Тем быстрее вы будете получать поток иностранных клиентов. И получите то, о чем вы мечтаете, к чему стремитесь. Будете заниматься тем, что вы больше всего любите. И к чему у вас лежит душа, если вы мастер. Я вам желаю удачи и успеха на Эдзи. Обязательно открывайте свои магазины. Начинайте работать. Это на самом деле прекрасный и огромный шанс заниматься тем, что вы любите, цените и к чему вы стремитесь. С вами была Прохоровская Светлана. Ваши вопросы задавайте под этим видео. Если вам интересно какое-то направление по изделиям, напишите. Я сделаю следующее видео. Желаю вам удачи на Эдзи. Пока!